СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Вы думаете, почему на улице солнце сегодня? А почему на улице солнце сегодня? Потому что уважаемые гости из солнечного Дагестана Привезли нам солнце Да, привезли нам солнце И, кроме того, сегодня и форум был посвящен Я так понимаю, что еще мероприятия будут посвящены рождению пророка Мухаммаду, алейсаламу, да? Мира ему Ну давайте уже гостей представим, Азиз Алиевич, да? Зуфар Хазрат Галионин, Мофтий Вятский Наш Наш уважаемый Здравствуйте Дальше Значит, Абдулла Расулович Аджимулаев Первый заместитель Муфтии Республики Дагестан Здравствуйте Добрый день Ассаламу алейкум Алейкум Дальше у нас наш уважаемый коллега Значит, мы сначала гостей представим, да? Наш уважаемый коллега Руслан Раджабович Абакаров День добрый, хорошего дня, хорошего настроения Уже слышно, да? Можно, наверное, даже без микрофона говорить, будет слышно Да, и будет слышно, сразу видно поставленный, так сказать, поставленный голос, да? Да, радиоведущий Радио Ватан и телеведущий телевидение ННТ, наше национальное телевидение, так называется И, конечно, наш дорогой, можно сказать, ну, как соотечественник, или земляк, короче, вятский наш земляк, да? Абдулла Рахман Османов Значит, представитель правительства Республики Дагестан, Кировская область Ну, я думаю, что Абдулла Рахмана-то все уже слышали, многие знают Он во многих мероприятиях принимает участие Добрый день Да, салам алейкум Алейкум Хотя наших всех гостей, наверное, уже многие знают, потому что они не первый раз у нас здесь Я не знаю, раз пятый, шестой уже Не все, или все у нас бывали в нашей студии? Все бывали Все бывали Да, все бывали, не знаю, вот не помню В студии, в студии я первый раз, а в городе третий раз В городе третий раз И сегодня наша передача будет посвящена непосредственно Мы про форум будем говорить или про профилактику, про тему форума? Мы будем говорить про то, я думаю, что мы будем говорить так К чему обязывает Вот этот день, который мы по факту отмечаем, мусульмане, чему обязывает нас в этой жизни и темы форума, которые вы брали, они, собственно говоря, как раз об этом и говорят. И выступающие на форуме, я там, кстати, был, тоже как раз рассказывали о том, когда говорили о нравственных устоях и о каких-то формах поведения, моделях поведения людей, то они как раз говорили о том, что в основе любого поведения лежит нравственность. Давайте мы все-таки немножечко, Азиас Алич, про форум-то расскажем, а то мы сказали форум-форум и не сказали где. Сегодня в Герценке, в библиотеке имени Герцена, в 10 часов было, я так понимаю, что пленарное заседание. Давайте Абдурахман нам об этом расскажет, как хозяин, как бы, по факту этого форума. Как организатор, фактически, да, получается. Да, спасибо, дорогие друзья. Сегодня, да, сегодня мы проводили очередной форум, мы его уже проводим в городе Кирове почти пятый раз. Под разными названиями? Под разными названиями, потому что просто мы название, как межрагональный форум, мы его оставляем, и просто мы выбрали такое название темы, тоже у нас такая общая тема, у нас есть вятка территории открытого диалога, и под него каждый год выбираем тему, ну, насущную тему, актуальную тему именно на это время. И, конечно, мы в этом году выбрали тему такую, и, во-первых, она у нас совпадала именно с месяцем рождения пророка Мухаммаду, и поэтому мы очень так хотели, хотя изначально у нас была спортивная тема, но потом мы как-то перешли на тему, судя от того, что в некоторых городах, мы знаем, какие-то молодежные, какие-то нехорошие сейчас ситуации появляются, мы об этом слышим по средствам массовой информации. Поэтому мы выбрали такую тему, которая сегодня актуальна, эта тема была «Наследие предков, оплот нравственного патрического воспитания молодежи». Вот такую тему мы выбрали, и тем модераторам, тем гостям, которым мы приглашали на эту тему, каждому была изначально дана вот эта тема, и выбрали именно какую тему, о чём они бы хотели говорить. То есть они какие-то под тему выбирали, да, ответвления какие-то, да, и раскрывали её каждый по-своему? Да, все наши гости там выступали. Да, и именно вот эта тема и была выбрана именно к этому. И слава Богу, конечно, благодарю всех, которые пришли, и те студенты, и те кадеты, которые тоже приходили, и те, которые из правительства, из законодательного собрания, из средств массовой информации, да, и спасибо им большое. Конечно, эта тема, она очень актуальна на сегодняшний день, понимаете? Можно я уточню всё-таки, вот основная аудитория слушателей, это студенты именно, да, то есть это молодёжь? Это молодёжь. Да, да. Почему? Потому что, вы знаете, молодёжь, это как у нас является оплот, структура создания государства, правильно? Нету молодёжи там, это как бы наше будущее государство, правильно же? Ну, лет через пять им семьи создавать уже всем, да, кому-то может быть и раньше. И вот, и тема семьи звучала сегодня рефреном, так сказать. Да, потому что семья, вот вчера Зуфарха, нет, вчера мне в администрации задавали вопрос, что там семья, например, да, или государство, я говорю... Что важнее. Да, я говорю, важнее сегодня семья, потому что без семьи, как может быть государство? Я говорю, семья, она является как бы... Первичная ячейка. Первичная ячейка для создания государства. Как бы стандартно это ни звучало. Семья – ячейка общества, мы все это помним. Да, все мы все, но это правда же. Ну, это правда так же. То есть можно семью понимать в широком смысле, да, слово можно понимать в узком смысле, слово там, да, как вот, ну, семья одного поколения или семья, да, когда их так, когда много. И, конечно, основная цель этого мероприятия, который мы вот проводим и время тратим, и гостей приезжают нам, да, но чтобы донести, чтобы хотя бы, если даже один молодой человек, да, один человек даже до него дойдет, и он станет на правильный путь, я имею в виду, да, если он до этого совершал какие-нибудь неподобающие грехи там или какие-то не были, если человек услышал нашу тему, да, если мы донесли до него вот эту тему, если он от этого отошел, то, конечно, вот это была наша основная цель. Я все-таки спрошу, а студентов как приглашали? То есть это организовано было как-то через вузы приглашали? Они уже... Или это как-то вот через землячество? Как это происходит? У вас просто опыт-то уже не первый же год проводится, да, у вас отстроено, наверное, все. Мы его приглашали, всем ректорам, всем институтам, университетам было отправлено приглашение с программой, и через Дом Дружбы Народов мы его отправляли, и многие откликнулись, конечно, потому что мы делали всегда так, завтра, чтобы они не говорили, что это до нас не дошло, что мы не были услышаны. Да, да. Честно, мы им сказали, как есть, как программа, и кто будет выступать, у нас было все, когда открытый диалог, открытая площадка. Поэтому нам очень интересно был сегодня диалог с молодежью, понимаете? Мы хотим услышать действительно, что у них наболело. Они, может, не все могут говорить, да, там же никого не спрашивают, ну, фамилия этого человека, который вопрос задает. Покажите ваш паспорт. Да, поэтому нам интересно, что, как они чувствуют, и как мы можем как-то эти вопросы решить, выносить. Тем более на этом форуме присутствовала вся структура власти, которой можно было задать вопрос напрямую. В одном месте мы... В правительстве были, был Юрий Георгиевич Балыбердин там. Да, пожалуйста, задавайте вопросы. Я хочу добавить, вот вы подняли очень интересный вопрос, это мы приглашали. Но мы сколько уже бьемся, мы хотим, чтобы нас приглашали институты, нас приглашали там в школы. Это же общие наши вопросы. Ну, конечно. Почему мы боимся это обсуждать, например, в школе? Вопрос о нравственности. Пусть священника и вот всех конфессий пригласили бы, и мы обсудили бы вот эти вопросы. Это интересный вопрос. Без решения этих вопросов будет очень трудно. Вот мы хотели бы в институте, сколько мы бьемся? Ну, вот здесь слушают, наверное, ректора университетов. Приглашайте, мы же ничего хромального не рассказываем. Не надо нас бояться. Ну, вот сегодня было выступление, Аня, у Зуфар Хазрата. Очень содержательное выступление, да? Зуфар Хазрат выступал и обращался непосредственно к молодежи. Я лично наблюдал, я видел, что они находят отзыв, отклик. Но, Зуфар Хазрат, а почему вы вот столько времени... У вас ведь тем-то нравственных было бы много, как бы, да? Вы именно вот эту тему выбрали. А какую тему? Зуфар Хазрат. Это тема как раз вот тема семьи, как ячейка общества. Мы под семьей понимаем... Семью мы понимаем в очень узком понятии. А что в семье формируется личность, мы об этом забываем. Вот я тотален, у тотал есть такая пословица, я сундамерская куря, шхандашу нишля. Кто в Калибеле увидит, когда летать будет, это покажет. И был вопрос, когда надо начинать воспитывать? Вот я задал вопрос, мы, конечно, воспитанные педагогики все изучали, мы воспитаны на Янаму Скаменском, Сухоминском, Макаренко. И я просто задал вопрос. Вот я зрителям хочу тоже, слушателям хочу задать вопрос, когда надо начинать воспитывать человека? И все отвечают, в Калибеле, когда в животе, когда... Ну, это мы классически знаем, что Макаренко такой же вопрос задали. И он сказал, что женщина сказала... Он спросил у женщины, сколько лет вашему ребенку. Она сказала, 5 лет или 3 года, я сейчас не помню. И он сказал, ты опоздал на 3 года. Уже поздно. То есть выходит, как родился, так надо начинать воспитывать. Ну, вот это неправильно. В России же есть пословица, да, что воспитывать-то надо, пока поперек лавки лежит. То есть совсем молоденький. Вот слушайте, вот сейчас слушайте. Это неправильно. Как неправильно? Вот это неправильно по исламу. И по религии это неправильно. По христианству тоже это неправильно. Мы что говорим? Вот вам и говорим. «Товарищ женщина, найди для своего ребенка хорошего мужа». Вот когда начинается воспитание. А мужчине мы говорим, найди для своего ребенка хорошую жену, хорошую мать. Понимаете? Найди для хорошего отца и хорошую мать. Вот создать надо нормальную семью. Пусть он не будет алкашом, не будет наркоманом. Пусть он будет мужчиной. Вот с этого начинается воспитание. Или сделай из него мужчину. Или сделай из него мужчину. У нас ведь есть... Потому что здесь вот очень хороший вопрос подняли. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Совершенно верно. Или мать, или сестра, или жена. И поэтому, как говорят наши противники, очень часто говорят, если хотите уничтожить какое-то государство, развратите их женщину. Да, друзья мои. Не секрет же, что сегодня в регионах, с вашего позволения, я немножко пытался педалировать на этом форуме статистику, статистические данные приводить. И сегодня я вот веду в Дагестане ток-шоу, развлекательные некоторые передачи и познавательные. Так вот, друзья мои, если у нас в регионах в некоторых процент разводов достигает 75, то есть давайте возьмем из 10 семей, которые вновь создаются, 7 семей распадаются. Друзья мои, о каком воспитании может идти речь? Это случайные браки получаются. Люди, и здесь, когда мы говорим и о воспитании, да, здесь не просто так же Зуфар Хазрат говорит, выбирайте правильно для своего будущего ребенка и мать, и в том числе отца. И я прошу прощения, я вот все-таки уточню, это в Дагестане распадаются? Нет, это общероссийская статистика. В Дагестане в этом смысле гораздо лучше ситуация. Там-то 25% доходит, процент разводов. И это тоже катастрофа. То есть это много все равно. Конечно, это много. А что хорошего? У нас, как правило, как правило, женщина остается на улице. И за ребенка уже, как правило, не отвечает отец. Сколько у нас матерей-одиночек? Много. А согласно исламу, согласно исламу, отец несет полную ответственность за этого ребенка до совершеннолетия. Он должен его обеспечивать, он должен ему кормить, он должен его содержать. И в том числе мать, которая осталась одна. Ну хорошо, у них не получилось. А сегодня что происходит? Сегодня мужчина для того, чтобы навредить своей бывшей половинке, да, он оставляет этого ребенка абсолютно без внимания. Без внимания, без воспитания. К великому сожалению, друзья мои, это же алименты, за алиментами женщина бегает. Деньгами не откупишься, так говорилось, да, раньше. Руслан, это кто-то из вас сказал. Я, Абдуллах Азрат сказал, какой же ты мужчина тогда, да? Там прозвучало примерно, да, вот такое, как бы, во время выступления Абдуллах Азрата, который, я так понимаю, сказал очень существенные вещи, в том числе, что между людьми, мужчиной и женщиной, должно быть уважение, должна быть любовь и должна быть забота, да, Абдуллах Азрата? Ну, в первую очередь, семья – это долгосрочный проект, о котором я своему супремену тоже говорил. Проект, слышите? Это, между прочим, может быть, сподвигнет кого-то подойти ответственно к созданию семьи, а не просто так. Над которой должны работать оба, как мужчина, так и женщина. И оба должны понимать, что жертвы должны тоже оба. То есть не бывает у женщины все обязаны, или наоборот, вот мужчина все обязаны, там, должен и так далее. Как мужчина должен понимать, что прежнего графика у него не будет, так и женщина должна понимать, что все начинается уже. Я хочу, чтобы вы вот это подчеркнули, что выходя замуж, женившись на другой женщины, люди должны понимать, что прежнего графика у них больше не будет. Не будет. И вот расскажите, почему? Жизнь изменится. Потому что великий ученый в исламе, имам Газали его называет, он, когда перечислял смыслы, для чего же все-таки создавать семью и причины, он первую причину и основную причину он приводит, чтобы продолжать род человеческий. То есть, создавая семью, мы продолжаем род человеческий. То есть, дети должны расти в семье, мы об этом говорили, да, в одной из прошлых программ. Да, дети должны расти в семье, но если человек поставил для себя цель, например, сначала построить дом, стать на ноги или укрепиться в какой-то карьере, в какой-то сфере и так далее, то какое-то время он просто... Цель семьи-то продолжение рода человеческого, и в какое-то время уже просто может быть стать таким немощным, который цель семьи он не сможет воплотить в реальность. Цель создания семьи. И сегодня в своем выступлении тоже я делал некие подсказки молодым людям, которые еще не создали семью и так далее. Первую очередь, чтобы они запостились терпением, чтобы они руководствовались всегда разумом, ни в коем случае не поддавались эмоциям, не поддавались гневу, потому что у нас один... Вот эту вот притчу вы рассказали, вот мне очень понравилось. Вы можете повторить, если можно ее. Да, у одного мудреца, у нас вот, я вот завершая мысль скажу, вот один мудрец у нас в Дагестане, он обращаясь к молодым, сказал, когда вы женитесь, вот в этот день вы приобретаете, говорит, мешок без дна, бездонный мешок. И когда у него спросили, а для чего, он говорит, чтобы складывать туда недостатки супруги. Это касается обоих, то есть как мужчин, так и женщин. То есть недостатки, они у всех измышлены идеальны. Касательно притчи, вот у одного мудреца... В том смысле, что этот мешок никогда не должен переполняться, и, соответственно, мысли о том, чтобы расстаться, никогда тебе в голову не должны приходить. Вот в каком смысле. Поэтому он без дна. Поэтому он без дна. То есть он скинул, он ушел туда куда-то, как бы... Извините, что я вот там комментирую. Все правильно. Спасибо вам за комментарий. У одного мудреца, который довольно-таки долго уже с супругой в семейном браке жили, спросили, вот как так получилось, что ты вот на протяжении уже почти 50 лет живешь с супругой, и дело до развода не дошло. Неужели она у тебя такая идеальная? На что мудрец говорит, нет, конечно, она у меня не подарок. Конечно, у нее тоже есть недостатки и так далее. Но мы с ней с самого начала, с первого дня договорились. Договорились на основе истории. Истории сотворения Адама, нашего праотца. Когда Господь сотворил Адама, Он вложил в него разум. То есть Адама вложил разум. Далее Всевышний создал гнев, и гневу тоже обращаясь, Господь говорит, ты входи в Адама. Тогда гнев, обращаясь к Господу, говорит, как я туда войду, там же разум находится. Тогда Господь говорит, если ты туда, в Адама, войдешь, разум оттуда выйдет. И мы, говорит, вот мудрец продолжает, на основе вот этой истории, когда говорили с супругой, всякий раз, когда я буду гневаться, ты понимаешь, что я уже разозлился, то есть я уже лечился разума, то есть стал человеком, который уже не руководствуется разумом, мне преобладает гнев, ты становишься моим опекуном. Вот женщина всякий раз, супруга становилась опекуном для мужа, всякий раз, когда он гневался, потому что она понимала, что разум отсутствует, пришел гнев. И надо опекать, надо следить, что он говорит, что он делал, чтобы личного ничего не сказал, не сделал. И всякий раз, когда она гневалась, я тоже понимал, что... Он делал то же самое. Да, он делал то же самое. Понимал, что разум покинул ее, она гневается, она сейчас начнет руководствоваться гневом, я контролирую, то есть становился опекуном для своей супруги. То есть такое правило есть в религии, когда человек безумен, за ним должен быть кто-то, кто присматривает и опекает. Чтобы было понятно, что здесь они немножечко вот этот компромисс нашли. А когда в человека входит гнев, то разум его покидает. Самое интересное, что если бы люди, и особенно верующие, особенно среди мусульман, если бы они, чтобы немножечко связать тематика форума, которая совпала с месяцем рождения пророка, Мухаммада, алейсаляту вассалам, если бы мы все изучали хотя бы немножечко его жизнеописание, мы бы этот пример нашли. потому что все то, с чем мы сегодня сталкиваемся через СМИ, тот образ мусульманина, который либо создается, либо с чем мы сталкиваемся, это образ, который абсолютно далек от посланника Всевышнего. Это пророк милости, это пророк, который говорил о том, что женщина возвеличена, и рай находится под ногами матери. Это пророк, отправленный милостью для миров, и который отправлен для облагораживания нравов. Это пророк, который говорил о том, что ваша вера не станет полноценной до тех пор, пока вы не будете желать другому того, чего вы желаете себе. И вот те люди, которые сегодня себя позиционируют как верующие, особенно как мусульмане, если бы они следовали тому, с чем был, первому слову, которое было неспослано пророку милости, а это было слово читай, читай, друзья мои, мы бы не столкнулись с теми проблемами, которыми сегодня столкнулся исламский мир. Это проблема в первую очередь невежества и незнания своей религии, к великому сожалению. И, ну, естественно, на форуме мы подняли вопрос о том, что вот в целях профилактики и то, о чем говорил хазрат здесь, когда говорят, чтобы ректора приглашали, вот у нас в Дагестане этот опыт, колоссальный такой опыт накопился, мы встречаемся с молодежью, наши хазраты регулируют, вы на территории вузов это делаете? На территории вузов, потому что наша современная история показала, мы, к великому сожалению, столкнулись с тем, что до недавних пор террористические атаки происходили и, как правило, более 80% они прозвучали на территории Дагестана. И, естественно, если как бы противодействовать радикализму и экстремизму, для этого нужны специалисты. Я вот на антитеррористических комитетах говорил, поднимал неоднократно этот вопрос, давайте слово терроризм и экстремизм уберем, давайте поставим слово туберкулез. Кого мы приглашаем с туберкулезом бороться? Врачей? Историков? Врачей, понятно. Востоковедов, естественно, врачей, специалистов в этой области. А у нас порой профилактика терроризма и экстремизма у нас, как правило, проходила. Две песни спели, три стиха прочитали, мир у мир, разошлись. И все разошлись. Разве после этого туберкулез уйдет? Естественно, нужны специалисты, которые сведущи в этой области. И, естественно, они работают и сопровождают этих людей. Поэтому, если мы хотим бороться с экстремизмом, радикализмом и терроризмом, нам надо вовремя прививать наших ребят. Вовремя. Они должны получать информацию из чистых источников. И здесь проблема не в хазратах. Хазраты, они как раз первые патриоты и дагестанцы доказали это. Более полусотни наших имамов хазратов, они погибли, сохраняя территориальную целостность нашей Российской Федерации, друзья мои. Более полусотни свинцу автомата, они тяжесть своего слова противопоставляли. И их за это убирали. Их за это убирали. И вот в этом случае я хочу этот вопрос тоже немножко застрить. Вот эти слова терроризм, это, касается только мусульман. Мусульман, мы всегда проводим вот эти мероприятия. другие конфликции как будто это не касается. Это ребята всех нас касается. Вот в Казани перед кировчанами я выступаю в Казани юридическом университете. Ваши ребята там учатся и меня приглашают туда, я там выступаю, а здесь меня еще ни разу не пригласили. Со священником христианским мы смогли бы туда вдвоем приходим и разъясняем вот эти вопросы. Вот насчет пророка немножко хочу тоже добавить, вот возьмите изучать надо этих пророков. Возьмите пророка Мухаммад саллаху алейсалям у всех пророков были чудеса. У нашего пророка вроде таких чудесных. Но вы возьмите что он сделал. Кто были арабы до прихода мухаммад саллаху алейсалям алкоголь это арабское слово арабское слово лудгам просветала там вся зараза просветала весь туберкулез там просветал Так называемый туберкулез И вот пророк Мухаммад саллаху алейсалям за 20 человеческих жизней самое отсталое общество арабское поднял на такой высокий уровень что арабский ренессан то есть исламский ренессанс 300 лет Алгебра — это арабское слово. Химия арабского слова. Каких ученых дали великих? Это вот правильно сказали коллеги. Сегодня все потеряли. Сегодня все потеряли на обрядовом уровне, потому что нас ввели в этот экстремизм, в этот ваххамизм, в этот изм, 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 изм. С коммунизма началось, ваххамизм заканчивается. Друзья, сделаем перерыв. Да, небольшой перерыв. Через полтора минуты мы вернемся. Ну что, продолжаем программу «Союз нерушимый». Анна Лапшина у нас в студии. Аси Сакаев. И наши гости. Звар Газрат Галиуллин, наш муфтий-ювятский. Руслан Раджавович Абакаров, телерадиоведущий, известный телерадиоведущий из Дагестана. Абдул-Ахман Османов, представитель правительства Республики Дагестан в Кировской области. И Абдул-Арасулович Аджимулаев, первый заместитель муфтии Республики Дагестан. И хотел бы перейти теперь к следующей теме, которая все время подразумевалась, что каким образом человек, вооружившись примером пророка, становится, ну, скажем, если так можно сказать, защитником своей Родины, человеком... Ну, патриотом. Патриотом непосредственно. Есть слово патриот, хорошее слово. Человек, который даст, ну, делает все для процветания своей страны. И почему в таком случае... Ну, ладно, это следующий будет вопрос. Давайте лучше скажем. Сначала на первый. Да, потому что это будет очень... Кому вы его адресовали? Потому что здесь наши четверо. Мы адресовали всем, наверное, да. Я думаю, что мы дадим слово хазратам, а Руслан потом будет за всех снова... Будет резюмировать. Резюмировать, да. Как опытный политический журналист. Нашими сегодняшими выступлениями и на форуме мы хотели, намеренно были сделать некий такой посыл к молодежи, чтобы они все-таки вот благодаря этому месяцу, в котором родился пророк Мухаммад, миримый благословение, все-таки, чтобы они начинали изучать его жизнь во всех направлениях. Если человеку интересно семейные отношения, обратиться в жизнь пророка, как он относился к семье. Вот вопрос патриотизма, вопрос любви к родине. Вот сегодня Зуфар Хазрат свое выступление начал именно со слов изречения пророка Мухаммада, который сказал «Любовь к родине от веры». То есть человек, который считает себя верующим человеком, он очень сильно, ну, много дает для родины, для малой, для большой, в котором он проживает, потому что будет он заинтересован именно тем, чтобы его родина, как малая, как и большая родина, чтобы процветала. Вот в рамках этого форума мы же затрагивали, например, именно вопросы семьи. И, к примеру, человек, который даже элементарно покупает квартиру, он смотрит в этом жилом доме, есть ли детская площадка, есть ли садик, есть ли школа рядом и так далее. Опять человек беспокоится о семье. То есть семьянин, он уже, вот как вы вначале тоже отметили, что семья – это государство, миниатюр, это маленькая ячейка общества, но называют государство миниатюр. Если в ячейке, в этом маленьком будет порядок нравственного благородства, конечно, и целое общество будет таковым. Касательно любви к родине очень много изречений и очень много примеров, на которых вот сам пророк указывал, сам на своем личном примере показывал пророк Мухаммад. Когда ему пришлось по некоторым обстоятельствам покинуть город, в котором он родился и вырос, он уже, находясь на границе этого города, город Мекка, сказал такие слова «Ты любимый город и для Всевышнего, и для меня. Ты святой город для Всевышнего и для моего сердца. Если бы не вот эти обстоятельства, которые меня вынуждают покинуть тебя, я бы никогда тебя не покинул». Это прекрасный пример того, как он любил то место, где он родился и вырос. И мусульмане, которые изучают из достойных источников в жизни пророка Мухаммада, они найдут вот эти прекрасные примеры в жизни описания пророка Мухаммада, что и советуем всем последователям ислама. Я хочу еще добавить то, что вот очень хорошее слово вот этот патриотизм. Но понимаете, иногда под словом патриотизм мы понимаем человека с оружием. Вот патриот у нас в нашем виде никто? Это солдат, это человек с оружием, который нас охраняет. Защитник Родины. Защитник Родины, вот под ним. Но, ребята, подлинный патриот – это кто? Подлинный патриот – это строитель, это учитель. – Созидатель. – Это созидатель. Это тот, кто на этой земле что-то создает, а не разрушает. Вот мы об этом всегда называем. Я сегодня об этом сказал уже, еще хочу повторить. Мы всегда гордимся тем, что мы в такой войне победили, в такой войне победили, в такой войне победили. Но пора человечеству, всему человечеству, потому что мы единая семья. Об этом я тоже сегодня сказал. Мы единая семья. Мы дети Адама и Евы. Мы единая семья. По природе уже. И по духу уже. И вот этой единой семье пора понять, что не в войне надо побеждать, а в войну пора побеждать. Подлинные патриоты побеждают в войну, чтобы ее не было. Потом, вот это изречение пророка Хубль, Ватан, Иман, Любовь к родине от Имана, от веры. Где наша подлинная Родина? Об этом мы тоже иногда забываем. Наша подлинная... Где Адам родился? В раю. Где Ева родилась? В раю. Где наши души родились? В раю. Наша подлинная Родина это рай. И мы туда стремимся. Но мы должны жить на этой земле. И если эту землю мы в сад не превратим, Аллах, Бог, как сон нам скажет, зачем тебе рай? Ты же привык жить в аду. Вот и живи в аду. Слышите, уважаемые слушатели, мы должны Кировскую область превратить в рай. Конечно. Иначе ничего не изменится. Иначе ничего не изменится. Вот об этом никогда не надо забывать, что... И господа правители, вы тоже слышите? Вот еще один вопрос. Хочу тоже заострить. Никогда не надо путать государство и правительство. Мы говорим, государство так решило, правительство так решило, господа. Люди. Люди делают. Конкретные люди. Пусть за это отвечают. И будут отвечать перед Богом. Вы знаете, с вашего позволения, я опять-таки вклинюсь в этот разговор. Друзья мои, давайте вспомним, что сказал Всевышний пророк Моисеев. Он сказал, вами будут управлять те правители, которых вы заслужили. Сегодня, когда мы видим... У меня на одной встрече молодой человек встает и говорит, почему мы вот живем в такой стране, в такой великой стране. Вроде бы, как он в таком не совсем конкретно назвал, какое место, связанное с туалетом. Слушайте, друзья мои, я не знаю, где он живет, я живу в нормальной стране. И я понимаю, чтобы что-то изменилось в этой стране, я как минимум должен вокруг себя что-то облагородить. Но мы хотим, чтобы весь мир мне должен был. Что ты этому миру несешь? Вот Зуфар Хазрат сказал то, что я себе здесь записал. Религия – это в первую очередь созидание. Он плохой, тот плохой. Сегодня человек хочет быть, чтобы на радио были хорошие люди. Как наша передача. Горник хороший, да. Президент хороший, правительство хорошее, депутаты хорошие, там все хорошие, жена хорошая, друг хороший. Слушай, поставь вопрос немножечко иначе. Я хочу быть хорошим другом кому-то. Я хочу быть хорошим мужем кому-то. Я хочу быть хорошим гражданином этого города. Ну, слушайте, что-нибудь сделай. Да, и не бойся. Ну, мусор вокруг себя убери. Ну, в конце концов. И не жадничай. Потрать деньги, время. В том числе. Не будь трусливым. В том числе. Элементарный пример скажу. Вот элементарно. Позавчера, что было, я возвращался в Ахрушево. В Ахрушево, по-моему. В Ахрушево. Да, да. Вот я вам честно скажу. Да, под Словаскин. Я сидел, ну, зашла женщина с ребенком. Все сидели. Ну, почему не можем уступить женщине, которая с ребенком? Ну, сколько бабушек. Я встал, конечно, уступил. Но, ребята, когда я уступил место, на меня смотрели как на врага. Потому что, тем более, я еще в шапке был. Как на врага. А еще совсем недавно было не так. Дело в том, что здесь и мы же виноваты. Здесь же и мы виноваты. Средства массовой информации. Сегодня ленту новостей откройте. Там все время горячие факты. Мы на своем телевидении в свое время создали рубрику. Хорошие новости, друзья мои. Хорошие новости. Ну, хватит говорить о плохом. Давайте немножечко хорошее увидим. Есть гораздо больше вещей, которые нас может объединить. Надо искать точки соприкосновения, друзья мои, а не то, что нас разъединяет. Наши партнеры, о которых говорит даже Владимир Владимирович, так достаточно корректно, нас, вот эти партнеры, в кавычках, они как только не пытаются нас разъединить. По межнациональному, по межконфессиональному призму. И они, между прочим, находят опору среди тех, кто принимает решение, Руслан. Ну, и я в связи с этим... Мы с вами уже на какой-то просто глобальный уровень. Один вопрос только хочу напомнить насчет этого. Вот очень красивый вопрос подняли. Действительно, мы прекрасны. Потому что в Коране Аллах говорит, джагальникам шума, я вас создал народами и племенами, чтобы вы обогащали друг друга, ребята. Узнавали друг друга. И вот я всегда задаю вопрос. Вот сейчас в эфире я хочу тоже вопрос задать. Я всегда вот на аудитории задаю. Вот я сейчас, я как татарин, давайте будем называть татарские праздники, а вы русские праздники. Давайте. Я говорю, Сабантуй. А я буду азербайджанские праздники. Обычно, вот как бывает. Я говорю, Сабантуй, Жиен. Там много праздников. Называй, опять же, Хорга Батхаса, Печер. Я хочу вам знать, что, Клядь, Дюхарадзе. Сабантуй, это тоже уже наш праздник. Понятно. Посмотрите. А Венин еще говорил, подлинноционально всегда интернационально. Да. Да. И мне говорят, масленицы, маслени, маслени, что мы сейчас празднуем, ребята? Хэллоуэм. Что это, наш праздник? Что у нас нет было скоморохов? Почему мы свои праздники поднять не можем? Два раза. Ребята, вот вы очень хорошо... Вы подняли хорошую... Извините, что я вас перебиваю. Вы подняли хорошую тему. Между прочим, мы вас ждем здесь, в студии, по поводу татарских праздников и по поводу татарской литературы, если вы помните. Пожалуйста. Вы нам обещали... Вы говорите, не приглашайте. Вы нам обещали рассказать про татарских поэтов. Все. Было такое? Записываем, все. Да, если вы еще прихватите татарских исполнителей с собой, там, гармонистов, то мы будем вообще счастливы. Я думаю, что надо Абдрахману, как хозяину, еще дать, как бы слово. Да, да, да. Потому что, когда мы говорим о патриотизме, и мы видим, что Абдрахман здесь, на территории Кировской области, создает территорию диалога, мы считаем, что он патриот не только Дагестана, он еще и большой патриот Вятки и России. Да, спасибо большое, потому что, когда спрашивали, здесь такое весть, что, говорит, Севишний больше всего любит? Это быть полезным. Понимаете? Вот быть полезным людям. Я, например, себе всегда на вооружении беру две вещи. Вот Севишний Аллаху Тала говорит, Коран, он, говорит, на человека не возлагал то, что он не может себе выносить. Да, какие бы проблемы ни были, значит, мы это все можем выносить. И второе, до тех пор, пока ты будешь помогать другому человеку, Севишний говорит, я буду тебе помогать и вам. Если, например, значит, если я буду помогать другим, значит, мне помогает Севишний, что мне там... Как Хазрат заговорил, да? Ну, что, вокруг с Хазратами сижу, поэтому... Приходится соответствовать. Поэтому вот именно для этого мы и организуем это форуме, быть полезным. Вот в этой жизни хочу что-то нести, лепту, пока находясь в этой авиатской земле, да? Потому что, чтобы кто-то говорил, да, не просто так для галочки мы это проводим. Это наша Родина. Это наша Родина. Мы хотим действительно... Вот это есть патератизм, понимаете? Вот я, например, на себе говорю, вот я приезжаю и делаю вот эти работы. Как не обидно, как не обидно, но приходится наших гостей прерывать, потому что программа наша завершается. Да, на этой позитивной ноте, которую Абер-Рахман сказал, мы и заканчиваем свою передачу, благодарим всех наших гостей. Но мы вернемся через две недели. Мы вернемся, и следующий приезд мы вас ждем снова, мы еще поговорим у нас с тем неисчерпаемое дно. За это вам отдельное спасибо, что приглашаете. До свидания. Спасибо, до свидания. Салам Али. Союз нерушимый.